болгарская сказка битый не битую несет вот раз вышел голодный волк из леса такой голодный еле ноги тянет а лиса еще издалека заметила его и улыбнулась видит что волк голодный слабый и сразу решила отомстить ему за все прошлые притеснения подошла к нему поближе и начала подпрыгивать радостно улыбаться и кататься по земле что с тобой кума чему ты так радуешься сердито спросил волк как же мне не радоваться отвечает лиса и веселая и сытая наконец возрадовалась мое сердце как же это случилось что наконец возрадовалась твое сердце удивляется волк ой дяденька дяденька если бы ты видел то свадьба в селе столько я столько питья столько всякого глаза разбегаются позвали туда и меня съела я быстренько несколько зажаренных курочек и бегом к тебе скажу думаю куму пусть и он посетит такую богатую свадьбу отведает жареного ягненка или теленка кума скрипнул изголодавший волк сейчас же веди меня на свадьбу я так голоден что и тебя съесть могу так пойдем кум пойдем заторопилась леса на такую богатую свадьбу заведу тебя век помнить будешь шли они шли и вот наконец и село а дома были тогда малые низкие салоны и крытые залезли волк с лисой на тот дом где гуляли свадьбу посмотрела лица в трубу и говорит ага огонь а не водка кума неужели и тебе дают пить спрашивает волк дают конечно дяденька ответила то и снова сумма голову в трубу ах ну и вкусно пахнет цыпленок видно еще и маслом полить что что оцеплять залить здесь умеют приговаривать волк облизнулся и говорит кума да и мне немножко страх как хочется сейчас дяденька сейчас иди становись на мое место и опускай голову в трубу сунул волк голову в трубу а лиса его еще и подтолкнула упал волк прямо на стол закричали гости некоторые бросились бежать а кто посмелее взяли палки и вилы и прогнали волка да так избили его что бедняга еле добежал до леса пока гости гонялись за волком лиса через трубу залезла в дом а там осталась одна невеста лиса тихонько поела что было на столе затем заметила в кувшине кислое молоко и и сунула туда голову невеста как увидела такое так кочергой по спине и и ах воровка и взорвалась лиса взвызнула и бежать вся голова белая в молоке прибежала в лес легла под куст и думает как там волк про прибили или нет и тут же видит волк идет еле-еле а лиса давай стонать да приговаривать ой мамочка чуть не убили меня ой мамочка так по голове били что аж мозг вытек волк слышит лиса голосе подошел к ней и говорит плачет ой кума избили меня ой волченька ой дяденька и меня ведь избили кости переломали голову зашибли так аж мозг наружу видишь вся голова белая не знаю как домой дойти чтобы хоть в кругу детей умереть и чтобы не разнесли орлы и вороны косточек моих жаль стала волку лису уж больно убивается вот он и говорит помогу тебе к ума добраться домой я тоже избит но мозг у меня не течет а ты вся заляпана нагнулся волк залезла лиса его на спину и улыбается прошли немного волк еле ноги волочит а лисе смешно что избитый волк несет ее вот она и говорит бит и не битую несет бит и не битую несет что ты там говоришь кума переспрашивает волк да так ничего говорю своей избитой головушке чтобы зажила быстрее идет вобь дальше алиса опять свою битый не битую несет битвы не битую несет потерпили сичка потерпи ума уговаривает и волк Скоро будем дома Потерпи еще немного А лиса уж давится смехом И все приговаривает тихонько Битый не битую несет Битый не битую несет Прислушался волк И понял о чем бормочет лиса Рассердился Сбросил ее со спины Вот я тебе сейчас покажу Кто битый а кто не битый Та бежать Он давай за ней Убегает лиса Изо всех сил Вот-вот догонит ее волк Хоть и избитый Наконец юркнула в нору Но волк таки схватил ее за ногу А лиса мурчится от боли и приговаривает Держи волк корень Держи волк корень Выпустил глупый волк Лещу ногу и как вцепится Зубами в корень А лиса как выпищит Ой мамочка без ноги останусь Ой мамочка Грызет волк мою ногу А волк слышит И еще сильнее грызет Грыз-грыз Пока зубы не сломал